Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Гипертония. Как победить болезнь. Немногие знают, что для того, чтобы артериальное давление оставалось в норме, не всегда достаточно принимать назначенные врачом лекарства. Не менее важен здоровый образ жизни, определенный способ питания и профилактические меры. Ведь даже человек, у которого нормальное давление, может относиться к группе риска и со временем услышать неутешительный диагноз. Поэтому не только гипертоникам важно знать о том, как предотвратить болезнь. В книге вы найдете информацию о том, как диагностировать болезнь, советы по психологическому решению проблемы, а также рекомендации для беременных женщин, страдающих гипертонией. Глава 1. Что такое гипертония? Артериальное давление и гипертония. Прежде чем мы вплотную подойдем к вопросу, как победить такую распространенную болезнь, как гипертония, стоит для начала разобраться, что же это такое. Многие еще со школы знают, что гипертония представляет собой постоянное повышенное артериальное давление. Но достаточно ли этих знаний для того, чтобы уметь распознать проблему и суметь ее решить? Для начала напомним, что артериальное давление – это та сила, которая помогает сердцу прогонять кровь по телу. Его определяют количеством и силой нагнетаемой крови, а также гибкостью и размером сосудов. А показатели давления устанавливаются двумя числами в миллиметрах ртутного столба. Например, 120 на 80. Первым показателем является систолическое давление крови, возникающее, когда сердце сокращается. Для взрослых нормой считаются цифры в диапазоне от 90 до 140. Второй показатель определяет диастолическое давление, возникающее, когда сердце расслабляется. Нормой считаются цифры от 60 до 90. Иногда случаются самые разные нарушения кровяного давления, которые грозят нам разнообразными недугами. Не только сердечно-сосудистой системы, но и всего организма в целом. Именно к подобным нарушениям и относится гипертония, которая представляет собой хроническое состояние, при котором давление часто повышается. Часто люди, страдающие этой болезнью, долгое время не догадываются о наличии у них недуга. На начальных стадиях заболевание может проходить без симптомов. Однако при достижении критических показателей могут поражаться не только артерии, но и другие внутренние органы. Именно за это гипертонию врачи называют молчаливым убийцей, который вызывает инсульт, развитие болезней сердца, почек и сахарного диабета. При этом медики напоминают, что даже умеренно повышенное давление может пагубно сказаться на вашем здоровье. Ведь гипертония сама по себе не может быть причиной инсульта или инфаркта, а только способствует этому в большей степени. Для того, чтобы вовремя обнаружить у себя начало развития гипертонии женщинам с 40 и мужчинам с 35 лет, надо периодически измерять артериальное давление. Для удобства сейчас в аптеках продаются самые разнообразные тонометры, которые помогут определять показатели давления в домашних условиях. И при первых же признаках гипертонии стоит обращаться к участковому доктору, который сможет начать терапию по нормализации давления. Клинические проявления заболевания Клинические проявления гипертонии малоспецифичны. У многих пациентов это заболевание, как уже упоминалось, может протекать в течение многих лет бессимптомно, не вызывая ухудшения работоспособности и самочувствия. У других больных повышение давления может спровождаться головной болью, быстрой утомляемостью, мельканием мушек перед глазами, тошнотой, кровотечениями из носа. А у некоторых эти жалобы могут даже не соответствовать тяжести гипертензии. Так, при длительной... Сэмпл комплит. Редактор субтитров?